Взгляните на это живое выступление Ирины Аллегровой. Вы скорее всего догадались по названию видео, что это двойник. Но гости на каком-то мероприятии под шофе всерьез воспримут артиста и будут потом еще 10 лет рассказывать, что на их мероприятии выступала та же Ирина Аллегрова. Сегодня я вам хочу показать некоторых двойников артистов. И давайте узнаем, как же сами артисты относятся к такому роду деятельности. Филипп Киркоров. У Филиппа Киркорова двойников и пародистов ого-го. И такие. Выбирай на разный вкус, так же как и у Пугачевой. Этих два легендарных образа активно используют актеры и пародисты в своих выступлениях. Я уже молчу про Майкла Джексона. Девушка. А ты мальчик, ё-моё. Что, в мире я не могу сказать? И те, которые пародисты, они, конечно, некоторые замечательные, косят под меня, а некоторые не очень. А как вы относитесь к этим пародиям вообще? Ну, когда они прилично одеты, то хорошо. Но как же там поживают наши младшие звезды? У них тоже все хорошо. Вот Дима Билан поет на дне рождения. А вот Макс Барских в компании молодых девчонок. Да что-то Макс Барских и Дима Билан. Сама Кончита Вюрст поет наши песни. О, а это что за парень? Его зовут Игорь Мотин. И он двойник и пародист Королевы Ночи Оли Поляковой. Я Королева Ночи сегодня, точно. Полякова лично знает Игоря и всегда рада встрече с ним. Игорь насколько преданный поклонник, что знает всю хореографию, все песни Оли. Поляковой, в свою очередь, нравится, что у нее есть такие последователи. Она даже устраивает конкурс двойников. Слушай, Игорь, на самом деле я действительно знаю Игоря. Он действительно ведет кучу аккаунтов. Полякова Пам, Полякова Лок, Полякова Шик. Я тебя учу, смотри. Значит, ножку. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А все можете за мной повторить? А вот пародист Дима Черников. В своем арсенале он имеет более 20 образов и пародий на разных звезд. Но лучше всего у него получается делать пародии на Кристину Арбакайте и Татьяну Буланову. Дима частый гость разных мероприятий. Ведь он или же она заводит публику с первого аккорда. Дионис Кельм, официальный двойник Софии Ротару. Да, вам не послышалось, официальный двойник. Ведь сама Ротару признала его своим двойником и дала статус официального. Тут не только внешность похожа, но и голоса. Ведь Дионис научился петь в манере Ротару. Даже у Жанны Фриске были свои двойники. А вот которые люди... Зарабатывают на этом деньги? Ну слушай, на здоровье. Что я могу сказать? А у вас были такие случаи, когда говорили, что в каком-то городе выступает Жанна? Мне писали мои фанаты, мои поклонники. Они мне рассказывали, что там в каком-то городе выступала якобы Жанна Фриске, но меня там не было. Офигеть! Это жительница вашего города, друзья. Мы не родственницы с ней. Представляете себе? Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Катя. Катя, ты петь умеешь? Ну, ваню пою иногда. А вот посмотрите, это же Ольга Бузова. Ну, на самом деле, это просто девушка с Дагестана решила превратить себя в Ольгу Бузову. Как вам перевоплощение? Напишите в комментариях. Да что там, девушка. Ну, сделала макияж, похоже немножко, да? Он парень, парень сделал себе пластику лица, чтобы быть похож на принцессу его российского шоу-бизнеса. Пишите в комментариях, какой двойник вам понравился больше всего. И заказали бы вы на свой праздник почти оригинал артиста. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте свой красивый лайк. Делитесь этим видео в соцсетях. Смотрите меня, мои предыдущие ролики, мой музыкальный канал Russell Block. Я вас очень сильно всех люблю. Желаю вам хорошего настроения и прекрасной музыки в ваших ушах. Ссылки на соцсети внизу в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok